Моё имя Виктор и это мастерская скала. Магия, природа и камня. Давно обещал сделать, так сказать, прямой эфир, но все руки не доходили. Честно говоря, делал его впервые, как это ни странно звучит. Но сегодня такой особый день, когда хотелось бы презентовать новую коллекцию украшений. Идея такова. Долго я, в общем-то, над ней заморачивался. Многие-многие женщины, девушки просят какую-то универсальность. Сейчас в моде различные украшения, трансформеры, какие-то головоломки, что-то еще в этом роде. И, соответственно, захотелось тоже чего-то своего. Может быть, многие замечали, что сейчас широко применяется так называемая мемори-проволока. То есть проволока с эффектом памяти. И, соответственно, из этой проволоки делают браслеты, кольешки. Она служит как база, как основа. Но мне почему-то подумалось, а что если использовать ее как базу, как основу не для типичного же кольешек, а для, в данном случае, серик. Серик, броши. И, в общем-то, идея удалась. Мало того, что украшения получились универсальные, так еще и стали трансформерами. То есть, например, ну просто даже вот к примеру, вот идет эта брошка, соответственно. Вот эта брошь. Это ее медненные элементы. И их мне удалось сделать как в виде бусинок, скажем так. То есть, они одеваются в одну композицию. Зависит от настроения, соответственно, от желаний и так далее. Вот. То есть, и вся вот эта база идет на мемори-проволоке. Плюсы в чем, помимо того, что вы можете сами менять эти элементы, как понравится, хоть докупать их, хоть еще что-то, какие-то убирать, снимать и так далее. Плюсы в том, что можно менять, менять именно саму основу, то есть, придавать ей свою определенную форму. Это может быть, то есть, игла, к примеру, какая-то. Ее можно скрутить поменьше, то есть, она будет кольцом каким-то. В зависимости от платья, от формы, ну и вообще от желания, от предпочтений. То есть, можно как угодно ее в разумных пределах, естественно, изгибать. Можно совершенно запрятать, то есть, ну, если хочется какую-то, я не знаю, иглу-капельку там. То есть, таким вот делом. И та же самая картина получается с серьгами. То есть, вот они подвижные наборные элементы. В данном случае я их зафиксировал просто изгибом. То есть, изогнул, чтобы они не слетали туда, выше положенного, так скажем. Ну и опять же, продеваете эту основу в ушко, фиксируете пусеткой и носите. Если нет желания носить такого формата, соответственно, просто-напросто изгибаете, допустим, ну, там, скажем, полукрючок какой-то вот такой вот. Как угодно. То есть, передаете любое положение вот этой базе, основе из Memory Pro, как вам нравится. И получается, в общем-то, довольно-таки интересно. То есть, всего лишь изогнули, а вид уже, серьг меняется. Такой вариант. Вот эти были первые экспериментальная работа. Здесь, конечно, я, наверное, погорячился. Гигантизмом не страдаю вообще в целом. Но вот крупные получились серьги. Но тоже довольно-таки прикольно. Можно просто поменять опять же форму. Там, не знаю, ну, как-нибудь, как-нибудь, допустим, камень немножко приблизить. И швензу подогнуть. Ну, то есть, как-то так. В общем, думаю, идея понятна. Можно все это менять. Также захотелось немножко классики гальванопластика. То есть, живые ромашки, покрытые серебром и патиной. На вот такой вот базе я на этот раз решил их делать. И, в принципе, мне идея понравилась. Буду впредь цветы делать именно в таком формате. То есть, на основе, на базе. Сюда тоже установлена мемори проволока. Она и есть швенза. Также можно менять форму. Если не нравится такая угловатая, можно поменять. Сделать полукруглой. То есть, как угодно. Вот такой вот эксперимент. Это Асока. Такая осенняя, в общем-то. Здесь серебро. На ней патина. Она будет в процессе от времени покрываться еще такой зеленцой малахитовой. И сюда тоже я проделал вот эту мемори проволоку. Но швензу сделал вот именно так. Интересно почему-то стало. То есть, она будет вставляться в ушко и выходить вот так вот. Ну, если смотреть. С лицевой стороны. То есть, вот так вот. Ну, тоже можно в любом случае изогнуть. Придать какую-то свою форму там и так далее. Крючок, не крючок. Там кому как нравится. Господи, перчатки мне вот тут достались от ювелиров, конечно. Не привык. В общем, вот так вот. Также сделал вот такой вариант. Опять же, база. Декоративная. Крошка каменная. Швенза на фоне на основе мемори проволоки. И цветок сирени. То есть, в виде такой бусинки, назовем ее так. Подвижный. То есть, он вращается. Соответственно, можно надевать на любое ухо. То есть, все это вращается. Все это подвижно. Так, что еще, что еще. Опять же, вот в принципе, если говорить о наборных, о серьгах, о наборных брошек. Вот самый, в принципе, доступный вариант. То есть, основа на мемори проволоки. Одеваются бусины. Количество бусин вы можете, как говорится, под себя приобретать, докупать и так далее, как нравится. И ставится заглушка. Можно полностью закрыть. Они не будут двигаться. А можно чуть-чуть ослабить, и они будут совершенно подвижные. Тоже, соответственно, швензы можно менять форму какую угодно. Можно сделать короче. Можно еще что-то. В общем, вот так вот. У меня, к сожалению, времени мало. Я сейчас в мастерской. Поэтому просто делюсь. Наверное, все равно стоит ответить на вопрос по поводу чувствительности. Смысл в чем? Вот эту мемори проволоку, после того, как я начал работать с индонезийскими партнерами, назовем их так, они вообще, как выяснилось, Индонезия любит Корею, но не любит Китай. И если раньше, то есть мы это все заказывали с Китая, мы, я обобщаю, ювелиры, гальваники, то теперь мне это вот все поставляют именно вот с Индонезии. А я так понимаю, Индонезия это закупает у Кореи. В общем, мне сказали, что покрытие на вот этих вот швензах не вызывает аллергических реакций. Но что это, стали ли еще что-то, мне дословно не ответили. Проверяли мы их долго, тестировали, экспериментировали. Проблем никаких нету. Пару-пар серик даже уже купили. То есть будем ждать еще отзывов. Но-но-но, если все-таки у кого-то ушки довольно-таки чувствительные, то вы просто об этом, пожалуйста, сообщайте. Предварительно, если надумаете такие серьги приобретать, сообщайте. Предварительно мы их можем...